Всем добра и позитива! Находимся мы на нашем мемориале и сегодня мы по традиции высаживаем остающие цветы. Тем, кто не в курсе, напомню, что мы придумали акцию, чтобы братские могилы, на которых похоронены наши освободители, чтобы они благоухали круглый год. И поэтому мы занимаемся тем, что мы высаживаем те виды цветов, которые цветут каждый год. Сегодняшний день чем интересен? Он интересен тем, что мы приехали на наш мемориал сегодня и опять же, я еду за рододендронами, за очередной порцией сегодня и просто выкладываю свою историю. Что мы можем видеть? Я никому не писал, не звонил, ничего. Люди начинают уже постепенно собираться сами. То есть три машинки сейчас уже подъехало и вот смотрите, история сегодняшнего дня. Я сегодня приезжаю, а все это место, все это место, уже приехала семейная пара и полила водой. Просто какое-то сумасшедшее количество воды. Все полило, мало того, что полило, они приобрели удобрение и удобрили каждый цветочек. И когда я с ним стал беседовать, выяснилось, что меня натолкнуло на этом мысли. Когда я раньше приезжал на этот мемориал, я увидел, что кто-то самостоятельно сажает здесь цветы. Вот. И именно это действие наткнуло меня на такую идею. То есть вот эти люди меня фактически вдохновили на это. А сегодня я с ними вживую встретился и фактически увидел авторов этой идеи. Представляете? Ну, а для всех остальных в очередной раз покажу. Мы заходим на наш мемориал. Здесь у нас цветут рододендроны. И посмотрите, они у нас в три линии посажены. Первая, вторая и третья. И они посажены таким образом, что если этот цветочек зацветает, вот этот, то ровно такой же цветочек цветет там. Он сейчас зацвел, а цветет. Через недельки-две будет цвести тот, потом тот, потом тот. И получится, что все лето здесь будут цвести цветы. И они продублированы. Ровно одни и те же сорта. Сажаем их по метр пятьдесят, пятьдесят сантиметров от бордюрчика. Понимая, что они поднимутся на метр двадцать, вот на уровень забора, и они будут просто благоухать. То есть человек, который сюда будет идти, здесь все будет в рододендронов. И это будет такая цветущая аллея, по которой ты будешь идти к братской могиле наших воинов. Смотрите, девятое мая прошло. Вот та идея, которую я, в принципе, озвучил. Смотрите, все прекрасно, все красиво. Но сколько продержатся эти цветы? Вот, они продержатся, ну, три-четыре дня. И потом все это превращается вот в такую картинку. Конечно же, придут люди здесь, наведут порядочек, уберут, здесь будет все хорошо, все красиво. Но это история одного-двух дней. И поэтому... Это же память, правильно? И хотелось бы, чтобы девятое мая, это был не тот день, когда политики приходят справлять свою политическую нужду. И это создает какую-то агрессию в обществе, потому что имеет две точки зрения и так далее. Хотелось бы, чтобы это был такой цветущий сад. И тем, для кого это важно, и для кого это нужно, чтобы сюда можно было приехать не 9 мая, а круглый год. И всегда это было очень красиво. Итак, продолжаем. Здесь табличка памяти, памятные таблички. И вот сюда можно высаживать цветочки, которые не больше 20 сантиметров, чтобы цветы не закрывали память. Памятная табличка здесь. Цветочки так. Тут. Ниже сажаем хосты. То есть, вот эта вот аллея из хостов, вот до конца, она прекрасна. Пускай она такой остается. Здесь красивые цветочки, не выше памятной доски. Движемся дальше. Вот это сама братская могила. Вот тут и захоронены войны. И вот здесь идея такая, посадить по краюшку пионы. Вот здесь будет порядка 50 пионов. По краю. И посередине маленькое деревце сакуры. А почему сакура? Потому что сакура зацветает 9 мая. И она цветет настолько красиво. И она такая экзотичная. И ей тут самое место. А вот это место, чтобы оно не было вот таким, как я сейчас вижу, мы просаживаем ее рододендронами. И так напомню, что аллея идет оттуда, рододендроны, поворачивает вот сюда, рододендронами, и уходит вот сюда. Теперь немножко о составе. Те, кто этим занимается. Смотрите, сюда приехали ребята из одной политической, как это называть, ну, партии. И они посадили вот эти вот рододендрончики, вот несколько штучек. Но они сказали, мы хотим остаться инкогнитными. Вот это хорошо, когда человек, ну, когда человек, вы сами видите, как это выглядит, когда берет какая-то особа, идет цветы, возлагает памятнику и говорит, поздравляем наших ветеранов. Это делает один год, и потом исчезает. Так делают практически все политические партии. Поэтому, когда они делают так, они используют этот день корыстно в своих целях. А если они приезжали бы сюда и просто высаживали, просто поливали, просто удобряли, делали настоящую рутинную работу, это совершенно другой подход. Вот я знаю одну политическую партию, ну, скажем так, руководители этой политической партии, которые приезжают сюда, поливают, удобряют и делают грязную работу. Но он не хочет, чтобы его называли. По понятным причинам. Вот. Потому что это не те самые партии, которые вы видите на телевизорах и которые пиарятся там. Знаете, не будем их называть. Но вы поняли, о чем я. Вот. И это такое место, комьюнити, здесь встречаются люди, знакомятся и работают неплохо. И работают неплохо времени. А мы постепенно доказаживаем в свой сад. Обещал сегодня подъехать парень. Если он сегодня подъезжает, то у нас будет плюс 50... Как они называются эти? Из головы вылезают. Пионы. 50 пионов. Тогда мы закончим вот эти два больших квадрата, посадку пионов. И у нас еще остались денежки. Так получилось, что мы сегодня не выбрали всю сумму, которую вы нам пожертвовали. Вот. Там еще осталось немножко денежек. И как можем видеть, нам еще немножко осталось. Вот совсем чуть-чуть. И тогда эта идея будет закончена. Вот. Теперь останется что? Приехать сюда с газонокосилкой подстригать и поливать. Мы сажаем умышленно сегодня. Почему? Через два дня начинаются обильные дожди. И тогда шансы на то, что наши растения выживут, они у нас повышаются. Вот. Как-то так. Пишни мне еще повторить. Ребята, больше, пожалуйста, не шлите денег. Ну, не получится просто их грамотно потратить. Это была такая спонтанная акция. Я понял, что она работает. Поэтому предлагаю на следующий год найти, обозначить все такие захоронения, которые есть. Обозначить эту армию волонтеров, которые согласны продолжить наше дело. И плюс мы, наверное, ищем ландшафтного дизайнера. Если есть профессиональный ландшафтный дизайнер, который разработает композицию, чтобы мы в течение года разработали композицию, набрали необходимые саженцы, набрали сумму на эти саженцы, обнародовали смету, чтобы все верили, что это не какой-то очередной развод, афера и так далее. Чтобы было все кристально, чисто. Я могу этим заняться, мне не сложно. И на следующий год мы эту традицию умножим в раз 10. Вот это будет самое правильное, что мы можем сделать для тех, кто боролся за нашу с вами независимость. Все. На сегодня все. Все большие молодцы. Всем пока. А нам пара капать.